Все-таки кавалеры в прошлой жизни были все-таки охотники. Дворцовые собаки, пар, король, свита, фазаны. Поэтому курицу тоже довольно хорошо у нас одевают. Нужно ли одевать собак? Нет, я бы хотела спросить, нужно ли одевать. Наши собаки гуляют, есть всякая... Наши собаки все гуляют голдом. Но если у вас маленькая собака, выходит сразу первое время гулять, большой минус, то, наверное, можно купить какой-то свитерочек, кофту и смотреть. Опять же, если вы живете в центре Москвы или в районе, где дворник фанат реагентов, то без ботинок вам никак. А насчет того, что как бы мертвых или не мертвых, если вы с самого раннего детства будете без одежды, сначала 5 минут, потом 7 минут, потом 10, то, как бы, в любой мороз, в принципе, они без одежды гулять выучили. Вообще без проблем. Вот когда приезжают на передержку собаки, они с детства гуляют в одежде, ну, приучили их гулять в одежде. Вот. И мы идем, а и бегают так просто, гуляют. А это даже в одежде, там, собака может даже немножко дрожать. Ну, не захаленно. Вот, а потом еще смотрите, чинов, когда выходит, он же, может, не только дрожать из-за того, что ему холодно. Стражит. Да, он может даже из-за того, что страшно, из-за того, что волнуется, из-за того, что мир, который его окружает, на него еще неизвестен. Поэтому он может волноваться и гражает. Поэтому мы можем там тоже смотреть, снимать ни за чем угрожать. Я имею в виду, когда, если вы все-таки выбираете комбинезончик, да, на грязь или там для рульского, смотрите, чтобы застежка была сверху, потому что замучаетесь и вот застежки снизу одевать просто. А если застежку сверху, то даже щеночка можно убрать, так вот, за комбинезончик, да, и выносить и ставить. Так вот, очень удобно. Защита. Это, на самом деле, защита не от того, что собака покусает, да, это защита от док-хантеров. К сожалению, не все люди любят собак, и очень часто в Москве раскидывают окрау. И не так давно, два месяца назад у нас просто была Сесилия, меньше, и собачку на двойной соседнем подъезде и, по-моему, еще кого-то, да, у нас есть плотничка. Аккессивный я. Шлейки – это две из двух собак, да? Для обычных собак – это все-таки ошейник. Опять же, даже в шлейке собака по-другому. Если вас собака тянет и душится за ошейник, значит, она у вас просто не воспитана. Да, собака не должна тянуть из вас на ошейники и хрипеть. Собака должна идти с вами рядом. То есть, если собака тянет и душится, значит, надо просто заняться ее воспитанием. Да, шлейка здесь вообще не тянет. Хороший, но так подняет легкий шейник. Почему? Если у вас собачка крепкая, почему два кольца? У нас девчонки вообще не тянут. Но если у вас собачка крепкая и рванет, цеплять за два кольца, замочек не стремнется. Да? То есть, вот это для крепкой собачки. Вот, и рулетка есть на шнурке, а это именно лента. Если вы покупаете рулетку, покупайте ленту, потому что шнурок, он вокруг ног. Если запутывается, если вы дернете, вы можете разрезать даже мышцы собаки. Потому что он тоненький. Он тоненький, да. Поэтому лент, вот. Ну и как бы я призываю вас всех убирать за собачками, потому что, в принципе, живем, если мы в городе, да, то по весне, ну, реально очень неприятная картина, когда вот эти все подснежники нарезают. Вот. И как раз по весне и по осени, когда уже травы нету, а вот все, что не убирается, как бы есть, вот докхантеры, они ужесточаются именно осенью и весной. Просто вот осенью и весной их просто колбасит, и вот этот яд, и вот это все, это просто страшно. Ну, обострение. Обострение, да. Плюс обострение. Поэтому, есть просто пакетики, есть биоразлагаемые, это для зеленых, которые против пакетиков. Но сейчас тоже это модная тема, потому что пакеты не разлагаются, поэтому мы за собак не убираем. Потому что я считаю, что это будет лучше раствориться, а так я убиваю природу, вот целопалный пакетик. В этом тоже есть доля логики. Но есть биоразлагаемые. Купите биоразлагаемые, и все будет превратить хорошо.